Я приветствую всех зрителей и вас, Ирина Александровна. Добрый день, Денис. Давайте обсудим женские вопросы в компании. Тем более, что в феврале 2018 года был создан в ОРЖД Координационный совет поддержки женщин по вопросам социальной поддержки, по вопросам, связанным с условиями труда и так далее и тому подобное. Здоровье и все прочее. Что бы вы могли сказать относительно работы Координационного совета и в целом тех задач, которые были поставлены перед вами? Да, в 2018 году мы создали Координационный совет. Затем в 2018 году также генеральным директором, председателем управления Олегом Валентиновичем Белозеровым был подписан план, который рассчитан на три года и по которым мы работаем. План был утвержден с учетом того, что охватывало, чтобы все направления, это и мотивация труда, и социальные вопросы, и рабочее время, и личное время, и фитнес, и здоровье, и профессиональная подготовка. По поручению генерального директора также в развитии этого плана были созданы региональные координационные советы во всех 16 регионах железных дорог. И они тоже сейчас очень продуктивно трудятся над женскими вопросами. В целях улучшения жизни, работы наших сотрудниц, нами было проведено три волны социологических исследований, для того, чтобы выяснить вообще, что женщин волнует, каким образом надо идти в ту или иную сторону. То есть не сами мы придумали, а именно с помощью наших сотрудниц все это было проделано. Я помню, что когда мы тогда встречались впервые с вами, обсуждали только планы, вы тогда тоже говорили о том, что начинается работа по социологическому исследованию среди работниц компаний. Вот, может быть, какие-то результаты можно озвучить? Да. Ну вот я вот просто повторюсь, что было три волны. Отдельная волна была или дополнительное задание по теме стресс. В 2020 году мы будем опять актуализировать все вот эти вот работы, для того, чтобы выяснить, туда мы идем или не туда. Хочется отметить, что по результатам этих исследований удовлетворенной жизнью и работой в компании женщин составляет 72%, что очень радует, потому что они чувствуют себя защищенными, они чувствуют, что они могут оздоравливаться, они чувствуют, что могут пользоваться нашей медициной. У каждой категории свои были задачи, цели именно в этой волне, но тем не менее, с учетом всех-всех-всех категорий и специальностей, аспекты немножечко были разные у всех, но тем не менее, всех волновало одно. И слава богу, что мы достигли такого показателя. А если поговорить о конкретных областях деятельности, я имею в виду мотивация труда, социальные льготы, гарантии компенсации, вот если по этим пунктам пройтись, вы можете немножко шире объяснить, что сделано? Вот если взять область мотивации труда и управления персоналом, то нам удалось, конечно, добиться значительных результатов. Мы дополнительно открыли 292 ясельные группы в детских садах компании, 40 дошкольных учреждений были переведены на удлиненный режим работы или на круглосуточный, то есть это для наших сотрудниц, которые имеют маленьких ребятишек, то есть детишек, это все замечательно. В действующий коллективный договор, который уже подписан на 2020-2022 годы, мы внесли пункт такой, что предоставление женского дня, так называемой, беззаработной платы. И этой льготой очень многие женщины стали пользоваться. Я вот просто приведу пример, что за первое полугодие 2020 года этим правом воспользовались уже 239 женщин. Мы разработали положение о порядке и принципах самого выдвижения в компании, ну, для решения, наверное, проблем трудоустройства, точно так же и выдвижения на руководящие должности. Впервые, наверное, это в работе с женщинами было связано, мы разработали положение, внедрили его, это удаленный режим работы, первым правом этим воспользовались работники Приволжской железной дороги и работники Желдоручета. Мы разработали гибкий режим работы, тоже он пригодился и в сегодняшней ситуации, то есть это тоже, ну, мы считаем, что здорово для молодых мам и вообще для всех сотрудниц. Если, допустим, взять зону или область социальных льгот гарантии компенсации, то нами было разработано положение о бесплатном предоставлении места в поезде для ребенка до 4 лет. Раньше это право было только с 5. Сегодня вот такая вот действует у нас льгота. Расширили компенсируемый социальный пакет, и если этим правом раньше пользовалось примерно где-то, ну, 4,5-4,7 тысяч женщин, то уже в конце 2019 года эта цифра составляла практически 11 тысяч. То есть в плане, который мы разрабатывали, нам были для этого выделены дополнительные средства, мы их использовали во благо наших сотрудниц. Что еще можно сказать? Что мы работали над тем, чтобы создавать детские комнаты на объектах социальной сферы. В 2019 году их было сделано таких 6. Это у нас Октябрьская, Свердловская, Южноуральская, Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская и Дальневосточные железные дороги. И на Московской дороге мы эту комнату доукомплектовывали. Мы ввели такую норму, как оплата услуг няни частной. То есть этой льготой тоже наши женщины стали пользоваться, особенно там, где нет наших социальных учреждений, детских садов и яслей. Если говорить о здоровье, какие моменты, какие здесь вопросы вы обсуждаете, и что уже сделано, продвинулись куда? В рамках новой программы ДМС, это добровольное медицинское страхование, то есть мы ввели такое понятие, как узкие специалисты, то есть обследование узких специалистов. Это онкозаболевание, это планирование семьи, так называемое ЭКО, это сердечно-сосудистые заболевания. И сейчас мы, выезжая в регион, всегда говорим, что если вы приходите в больницу и вам требуется такая услуга, надо говорить. То есть эта норма входит в этот договор. Поэтому этим правом можно воспользоваться всем сотрудникам компании, не только женщинам, всем. То есть мы поработали, но получили эту льготу все. Также были разработаны множество программ, связанные с медицинским оздоровлением, такие как «Женское здоровье», «Стоп стресс», «Неделя красоты» и очень много-много других по разным регионам. Сделали такие практические навыки, это забота о семье, о будущем материнстве, такие как «Академия будущих матерей», «Школы матерей». То есть такие программы работают, и РЖД «Здоровье» нам в этом очень хорошо помогает. То есть постоянно-постоянно они внедряют какие-то новые детали в эти программы. Когда мы проводили социологические исследования, то многие сотрудницы жаловались на ухудшение зрения, ухудшение осанки, боли в спине. И мы вместе с РЖД «Здоровье» при поддержке нашего Росправжела подготовили комплекс упражнений, производственной гимнастики так называемой, для работников, которые работают сидя, и для работников, которые работают стоя. И это, опять же, могут воспользоваться не только женщины, но и наши уважаемые мужчины. И то есть мы разослали очень много комплектов регионы, мы разместили ссылку электронную, у нас есть в наших официальных... Что-то в виде урок, да? Да, да. Такой опцией стали наши сотрудницы пользоваться, и достаточно популярна она. Есть такие, как фитнес-залы, есть спортивные секции. То есть они гораздо стали востребованием, чем это было, наверное, раньше. То есть мы вели пропаганду эту. Ну, наверняка совместные с РФСО эти вопросы дальше. Конечно, да. С РФСО обязательно. То есть мы их привлекаем, они очень хорошо идут нам навстречу. Молодцы. Ирина Александровна, вот вы приводили в пример социологические опросы, да? Есть ли еще какой-то механизм обратной связи с железнодорожницами, да? И вообще в целом, да, с работниками, поскольку все-таки некоторые вопросы касаются и всех, кто работает в холдинге РЖД. Вот получить какую-то справочную информацию о проводимой работе именно в поддержке женщин, в компании? Расскажите об этом. Да. Мы когда начали работать, то есть мы озадачились, что каким же образом получать обратную связь, все ли мы делаем правильно, так, как нам хотелось бы, так, как хотелось сотрудникам. Мы разработали справочник для женщин-работницы ООО РЖД. Я могу продемонстрировать. У меня она как настольная книга, вот такая она, красивая брошюрка. Там абсолютно все есть разделы о правах, обязанностях. Даже такие моменты, как здоровое питание, та же производственная гимнастика, те же замечательные разделы, которые связаны со всеми льготами, там вплоть до того, что есть миссия компании, вообще все, что можно женщине вообще делать и все, что нужно знать об этом. Тоже справочник мы разослали во все абсолютно регионы, то есть он тоже пользуется спросом. Второй у нас канал связи – это официальный сайт открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Он сегодня новый, в обновленном режиме, есть там социальная защита и как раз есть раздел про женщин. То есть самое немаловажное, наверное, что там есть раздел, где любая сотрудница может написать в онлайн-режиме письмо на имя генерального директора председателя правления с обращением там или с благодарностью, или с жалобой, или с вопросом, на которое мы всегда реагируем. У нас обратная связь, вернее, мы выезжаем в регионы дорог. Вот 19-й год мы посетили шесть дорог. Мы приглашаем сотрудниц совершенно различных категорий – это и руководители, специалисты, служащие, рабочие. То есть женщины, понятно, что в каждой категории есть свои тонкости, есть свои вопросы. Но в основном, конечно, все задают одно и то же практически. Это условия труда, то есть охрана труда, спецодежда, это и мотивация, это и продвижение, и какие-то социальные льготы. Вот в прошлом году мы были на Свердловской, Южноуральской, Красноярской, Приволжской, Северокавказской, Дальневосточной и Северной. Я сказала, шесть в синий регионах дорог. Вот встречи всегда проходят в очень непринужденной обстановке. Мы пьем чай, мы разговариваем, мы обсуждаем вопросы. Зачастую вопросы возникают не те, которые прописаны у нас в плане. То есть это дополнительные, мы индивидуально точно решаем эти вопросы. То есть вы общаетесь и общаетесь, и работницы вдруг… А можно вот еще вот такой вопрос есть? Вы знаете, всегда встречи затягиваются. То есть, к примеру, мы предполагали, что это будет встреча полтора часа. Обычно она всегда гораздо дольше и всегда достаточно интересна. И нет руководителей, нет подчиненных. То есть мы не пишем протоколы, мы не какие-то назидания, не даем нотации, не рассказываем. Мы просто разговариваем. Мы, конечно, если не можем ответить на какой-то вопрос, мы его записываем, фиксируем. Мы потом даем обратную связь. То есть поэтому мне кажется, что это такой очень удачный вот такой вот эксперимент именно выезда. Очень интересная встреча была на Сахалине. Мы летали туда с Брагиной Юлией Викторовной. То есть очень запоминающаяся такая. Скажите, а вот психологические вопросы вам задают женщины? Я имею в виду, ну, все-таки работа на железной дороге довольно тяжелая. И в эмоциональном плане, и в том числе и работать с мужиками тоже нелегко. Особенно в поле, да, если это какие-то такие вот работы, связанные с рейсами, с маршрутами. Вот вопросы какие-то здесь задают, спрашивают, поддержку, может быть, грубое отношение. Все бывает. Вы знаете, у нас этот год, 19-й, был настроен так, что в 19-м году точечные вопросы там жизненных трудных ситуаций решать. В 20-м мы должны эти, это были продолжать, но мы и продолжаем уже только в онлайн-режиме там, виртуальном. И вы знаете, мы ведем статистику этих обращений. И там, и по письмам уже, всякие письма. Это и трудоустройство, это и вопросы выделения жилья. Это и социальные какие-то вещи, это и связано со спортом, и с медициной. То есть, ну, это весь аспект вопросов, которые вообще, по сути, вот с женщиной связаны. Что касается административного там какого-то там давления со стороны мужчин, я вам хочу сказать нет. Ну, вот за все время, наверное, вот полтора года почти уже прошло, ну, может быть, один или два раза было. Одно яркое письмо у нас было с региона дороги, мы разбирались очень тщательно. И я с девушкой тогда разговаривала, говорю, а вы не боитесь вообще вот озвучивать там в письмах вот это говорить? Вы же, она уходила в декрет, вы же выйдете, вам надо потом будет каким-то образом общаться с коллективом. Она говорит, нет, не боюсь, потому что я когда выйду, то должно что-то измениться. Ну, мы надеемся, что так оно и будет происходить. А с мужчинами работать просто. Это самое главное. Да, да. Вы, опять же, отмечали там спецодежду. Женщина хочет всегда быть красивой, опрятной, аккуратной, ярко выглядеть. Вопрос эти учитываются при подготовке там формы, специальной одежды? Да. Когда социологические исследования проводили, то есть, ну, практически в каждой волне, женщины указывали на неудобство ткани, она синтетика была, на неудобство фурнитуры. Там ключ положишь в карман, карман рвется, там ключи можно потерять. Ну, это так вот, такие мелочи, конечно, но тем не менее. И сам пошив, и лекала, и цвета, и генеральным директором при его поддержке, прям такой хорошей поддержке, мы это всегда чувствовали, были разработаны новые коллекции спецодежды, и в них нашло отражение там даже цветовая гамма. То есть, когда демонстрировали вот эти вот комплекты, то уже сразу было видно, что это девушка. То есть, даже на монтеров, которые занимаются там на тяговых подстанциях, ну, где они могут, там, там и брючки на бретельках, и цветовые там расцветки тех же кроссовок, там обуви, то есть, только 32 в коллекции пар обуви было. То есть, поэтому нам это очень тоже приятно, и вот сейчас идет в 20-м году пробные носки, то есть, присылают, конечно, замечания свои, но тем не менее, уже мы двинулись вперед. И вот даже бывая в регионах, мы всегда проходим там на вокзал, еще в какие-то подразделения, мы разговариваем, мы смотрим на этих женщин, ну, и очень многие благодарят за это. Также разработаны были уже в этом году подписаны даже знаки различия для новой форменной одежды, то есть, Министерством транспорта. И вот уже с 1 октября эти, знаете, различия будут нашиваться новой на форменную одежду, и она тоже несколько видоизменена. Поэтому вот тоже очень приятно, что мы не стоим на месте. Ну, и такой вот острый вопрос, почему женщины не могут быть или работать машинистами, да, и что вот вроде, дескать, будут какие-то в этом плане подвижки, и что слабый пол сможет вернуться в кабину машиниста. Расскажите, какая работа и ваша позиция, и позиция непосредственно компании? На самом деле, то есть, подвижной состав стал другим, более комфортабельный, электровозы пассажирские стали тоже более комфортабельные. Раньше это было связано, запрет связан был с тем, что был такой фактор риска, это вибрация, то есть, он, естественно, влияет на детородную функцию, то есть, женщина должна рожать детей. Ну, вот в новом подвижном составе пассажирские локомотивы, Сапсан, Ласточка, то есть, это уже не присутствует. Поэтому в нашей компании вместе с Министерством труда и социального развития нами направлено письмо и совместно подготовлен приказ. Он от 18 июля 2019 года, номер 512Н, прям называю слуховым, вот, по которому пересмотрены списки профессий. И с января 2021 года женщина на первом этапе может начинать работать помощником машиниста. Почему помощником? Потому что для того, чтобы стать машинистом, это нужен определенный этап времени, опытной работы. Это примерно где-то 2-2,5-3 года, смотря какой подвижной состав. Поэтому сейчас была разработана дорожная карта в 2019 году, где определены сроки обучения, переоборудования, комнаты отдыха, учебных центров. То есть, программу, естественно, никаких там изменений вносить не надо, потому что обучают одному и тому же и мужчин, и женщин. Ну да, вот такие-то вопросы гендерные надо разделить, потому что все, те же комнаты отдыха, да, они все заточены под мужчин. Да, это правда. Здесь же другие условия должны быть. Да, это правда. Там и санитарные условия. После этого мы сделали план, работы подписали, по которому мы сейчас движемся. Перед этим Клинским институтом была проведена огромная научная работа. Они изучали вообще труд женщин, где может он применяться на железнодорожном транспорте. И они сделали вывод, что вот именно в этой профессии женщина работать может. И я вам хочу сказать, что уже сегодня в дирекции тяги, в дирекции скоростного сообщения, в центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава подобрано больше 30 кандидатов, девушек, на именно вот профессию, обучению профессии машинист-локомотива или машинист-подвижного состава. Вот. Учиться надо 5 месяцев, сдать экзамены. И с 1 января вот мы надеемся, что эти девушки у нас сядут за штурвал. Но, насколько я знаю, есть в компании, есть на сети один или два машиниста, именно женщины. Ну, это не у нас. Электропоезд, ну, в ЦППК, по-моему, да. В ЦППК, да, да. То есть структура дочерняя была, теперь это не наша структура, но, тем не менее, есть, да, такие. Вот. Ну, и мы всегда говорим, что женщины работали машинистами там с 38-го года, то есть в те времена, работали во время войны. Ну, самая известная Елена Чухнюк, да. Чухнюк, Елена, да. Троицкая, Зинаидоков. Добавок, если она была и начальником железной дороги. Поэтому женщина может все. В завершении нашей беседы давайте коротко, скажем, о ключевых событиях вот за прошедший период, скажем, возьмем, давайте, 19-й год, начало 20-го года. Что произошло с участием как раз Координационного совета? Да. Ну, наверное, наиболее такое значимое или знаковое событие было в мае прошлого года. Это первый форум. Мы называем как женский форум. Он прошел у нас в Москве в Березовой роще с участием генерального директора, с Олегом Валентиновичем Белозеровым. То есть была встреча очень интересная. Было больше ста сотрудниц. То есть достаточно такие хорошие отклики были. Все благодарили. То есть очень насыщенная программа. Мы его проводили три дня, поэтому было очень здорово. 29-30 ноября состоялся форум женский. Там были подведены итоги Всероссийской премии в области социально значимых проектов для женщин. И наша компания стала лауреатом премии в номинации «Бизнес и сервис» с проектом «Комплексная программа поддержки женщин». Компании нашей был вручен диплом и символ премии – статуэтка. Мы, конечно же, основные события – это то, что мы посещали регионы. Я знаю, что был придуман социальный проект совместно с «Сорспрофжелл» «Профсоюз для женщин». Это некий какой-то онлайн формат. Если можете, расскажите в завершении нашей программы, что это за акция такая? Да. Этот социальный проект онлайн – это в этом году. Это вообще второй уже у них. Первый был в Сочи в прошлом году. Мы принимали тоже участие. Наиболее активные сотрудницы приглашаются. Это пятидневный такой тур, где они проходят всевозможные лекции, тренинги, спортивные какие-то мероприятия. То есть это и психология, это и финансовая грамотность, это и здоровый образ жизни, здоровое питание. А в этом году, на самом деле, с этой обстановкой эпидемиологической, такой непростой, этот тур проходил на территорию Роспрофжела, то есть в режиме виртуальном. И тоже было буквально, наверное, 100, наверное, с лишним сотрудниц со всех регионов. Последний заключительный день мы принимали участие. Это делается с помощью компании «НК Транс Тур». Им большая благодарность за это. И вы знаете, мы вынесли это оттуда для себя, очень полезную тему, что мы можем проводить лекторию успешных женщин именно в таком формате. И мы этим обязательно воспользуемся. Хотим провести второй форум. Он у нас был намечен на май 2020 года в городе Екатеринбург. Это Свердловская железная дорога. Но перенесли на неопределенное время, и все-таки мы думаем, что он у нас пройдет в октябре. Подписали все нормативные документы по созданию комнат физиологической и эмоциональной разгрузки. У нас будет два пилотных проекта. Это центральная дирекция инфраструктуры и дирекция управления движением. То есть когда мы все отработаем, мы будем этот проект распространять на всю сеть. Там нужны небольшие средства, но для этого все равно надо отработать сам механизм. Мы будем подводить итоги за три года. То есть у нас завершается в этом году план. Мы будем участвовать в конкурсе «Лидер перемен». Он должен был состояться в июне этого года. Но в связи опять же с этой обстановкой его перенесли тоже на неопределенный срок. И, конечно же, мы будем точно так же вылетать в регионы и с нашими уважаемыми сотрудницами беседовать. Ну и последнее, наверное, это точечные вопросы наших этих женщин. Тяжелая жизненная ситуация. Вот недалее, как недавно буквально, мы решали вопрос о предоставлении жилья. Я надеюсь, что это все благополучно разрешится. Тоже будем надеяться. Вам большое спасибо за столь объемную беседу. И, конечно же, пожелать вам и всем женщинам компании «Беречь себя». И поскорее выйти из этой ситуации, встретиться и обсудить уже вживую все насущные вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.